Сельское хозяйство часто включает в себя рытье земли. Не каждый день фермер натыкается на что-то невероятное, работая на своем поле. И все же каким-то образом, в одно и то же время, два фермера в разных частях света сделали невероятные открытия. Эти два фермера не подозревали, что их открытия совпадут и покажут нам, как мало мы на самом деле знаем о том, что у нас под ногами. Все началось рождественским утром в Аргентине. 25 декабря 2015 года Хосе Антонио Невос проснулся и решил прогуляться по своему ранче. Проходя мимо ручья, протекающего через его владения, он не мог не заметить что-то странное, торчащее из берега. Сначала он подумал, что это просто большой камень. Но когда приблизился к предмету, то понял, что это вовсе не камень, а нечто совершенно иное. Поначалу Хосе колебался, но потом решил взглянуть на загадочный предмет поближе. Затем он начал выкапывать его из грязи, чтобы лучше понять, что же это. Раки, будь открыты для новых идей гороскоп, с 24 по 30 июля россиян, все реже тревожит то, в каком коллективе работать, мужском или женском российские праздники «Алые паруса», получил высокие оценки мировых таблоидов. Он позвонил жене, после того, как Хосе Антонио удалил грязь с находки, он быстро позвал свою жену, Рейну. Мужчина надеялся, что у нее найдется какое-нибудь объяснение тому, что он обнаружил. Рейна понятия не имела, на что наткнулся ее муж. Однако они оба были полны решимости выяснить это. Вместе они продолжали выкапывать и чистить предмет. К счастью, у них были подходящие инструменты для работы, поэтому они не повредили неизвестный объект в процессе. Им не потребовалось много времени, чтобы понять, насколько он велик. В этот момент они решили, что им понадобится помощь, и вызвали полицию. Стали появляться и другие местные жители, как к тому времени, когда Хосе и его жена позвонили в полицию, все больше и больше людей стали проявлять любопытство к происходящему. Но и они не могли понять, что же нашли фермеры. Прибывшая полиция тоже ничем помочь не могла. Первую подсказку смог дать пес, принадлежавший Хосе. Собаке не потребовалось много времени, чтобы заметить все происходящее и отправиться на место. Она сначала казалась ошеломленной и начала лаять, пока наконец не приблизилась к таинственному объекту. Это известный факт, что животные могут воспринимать вещи, которые недоступны для понимания людей. То, что собака вела себя так странно, доказывало, что это необычный камень. Большинство сотрудников рекомендовали перевести на удаленный режим работы, максимальная отдача и самореализация применяемой иерархию потребностей карьеры пенсия, заработок, как оформить самозанятость репетитору, и что важно знать, увидев реакцию собаки, полицейские решили, что пришло время позвонить. Местным археологам, которые очень заинтересовались находкой, исследователи организовали способ транспортировки объекта, чтобы его можно было исследовать в лаборатории. Правда, чтобы перевести его, археологам пришлось сначала извлечь все из грязи, так как несмотря на то, что Хосе и его жена частично откопали находку, до полного ее извлечения из грунта было еще далеко. Кроме того, ученые боялись повредить что-нибудь, поэтому раскопки проводились очень аккуратно. Они не могли поверить в то, что обнаружили, как только находку доставили в лабораторию, исследователи внимательно изучили ее и сделали шокирующее открытие. Они пришли к выводу, что перед ними окаменелость огромного панциря черепахи. Археологи не могли поверить своим глазам. Окупаемо, перспективно стоит ли заниматься разработкой мобильных приложений, счет должен быть открыт до 9 марта, какие новшества в операциях с валютой в РФ дорого, актуально стоит ли запускать собственное производство муки, ученые выяснили, что панцирь принадлежал древнему глиптодону. Это существа, вымершие миллионы лет назад, они являются дальними родственниками современных броненосцев. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.